Всем большие приветики! Привет, привет! Мы сегодня в новом торговом центре, решили освоить Эфимону предмет бюджетного шоппинга. И нам как-то совсем в этом сезоне не хочется идти в Зару, пока мы не дождемся распродажи. Нечего там ловить, особенно на 5000 рублей достойного. Я надеюсь, мы найдем бренды, с которыми вы еще не знакомы, или по крайней мере проходили мимо. Не обращали на них внимания, да. Мы начинаем собирать и надеюсь, вам понравится. Погнали? Погнали! It's a brand new day Gotta take it on my way Gotta take it on my way Этот магаз, причем, этот бренд можно найти на Ламоде, можно найти в Охотке. Но здесь прекрасный, мне кажется, даже флагманский магазин, потому что здесь довольно много места и много артикулов представлены. Давайте посмотрим. Я еще раз напомню, что все мои влоги не коммерческие, никто нам не платит за то, чтобы мы пришли в какой-то конкретный магазин. Мы не попадаем по бюджету. Но джинсовка огонь. Возьмем, но нам надо что-то подобрать к нему совсем недорогое. Майсики, 2 500. Возьмем. Этот топ сделан по образу и подобию бренда Джоана Ортиз. Тоже, который стоит космические деньги, а здесь практически даром. Пойбок не требует какого-то яркого низа, он сам по себе уже самодостаточный. И как очередная обещанная мишка, как я это называю, его можно успокоить здесь внизу. Пойбок может быть какой-нибудь обычной простой джинсов. Дожатку погоды, прям сам готов. Пойбок может быть какой-нибудь обычной простой джинсов. Пойбок сшит по образу и подобию бренда Салф Порнер. За более бумагные деньги можно приобрести. Хочется, конечно, накинуть какой-нибудь черный жакет сверху, но он явно у вас уже есть, а у меня не влезает зубы. Вот эту штуку можно сделать подлиннее, но на самом деле он будет длиннее. Вот такой осимметрёжный. Здесь очень прикольный дефор в виде лифа с тразами. Кстати, есть такой бренд, называется IMG, у них брюки очень похожи во планы, а-ля карго. Только здесь еще цепь металлическая висит, а они хлопковые, чуть потемнее. Вот за ними все гоняются, и это практически не достать. А тут вполне себе приемлемо на цене. Очень интересная подбавля. В составе топа хлопок и эластан, и это поможет этому топу дольше оставаться неуставшим, как я люблю это говорить. Ну, короче, тут жакет, мы садили дорогой, нам не добавился, я его взяла. Здесь стоит обратить внимание на накладные карманы. Я в поиск брюху с накладными карманами, которые бы не очень сильно мялись. В основном они из тонкого хлопка. То есть, мне кажется, с этим все будет хорошо. Проверим? Раз, два, три, четыре, пять. Спускаемся в подземелье. Здесь, кстати, есть еще чемпион дисконт, и у нас отдельная история с этим магазином, в который мы теперь не ходим. Хотя там вполне можно найти какие-то достойные варианты и купить за недорого хороший люксик из прошлых коллекций. В общем, была у нас история, когда мы взяли на один из проектов люксовое платье премиального бренда, но за недорого. Что это может быть? Это либо прокат, либо какой-то сток. И купили мы это... В сумме дисконт. Да, и купили мы это платье и нашли в сумме дисконт. И затем нам поменяли модель. Модель у нас была 46-го размера, а потом стала 42-го. И это платье мы благополучно решили сдать обратно, поскольку оно даже не прошло примерку. Мы приходим в сумму дисконт, и у нас отказываются принимать это платье, показывая, что там есть какие-то недочеты, нюансы. Тут, значит, мое возмущение о том, что это платье никто даже не носил. Он говорит, окей, тогда мы отдадим его на экспертизу. Экспертиза стоит 10 тысяч рублей, за которую плачу я в случае, если экспертиза доказывает, что это платье носилось. Естественно, по любому товару, который присутствует в дисконтах, можно найти следы дезодоранта, следы тонального крема. Это платье просто 5-летней давности. Так и есть. Как и вообще можно об этом говорить? Да, и непонятно, сколько раз оно было в химчистке до этого. Это платье мы так и не сдали. Я вам рекомендую, если вы видите какие-то недостатки на товаре, допустим, отсутствуют пайетки, пуговицы, есть какие-то следы губной помады, вам нужно об этом заявить кассиру, чтобы он на чеке написал эти нюансы. Тогда возврат пройдет проще. Но с циумом дисконтом у нас так и не сложилось. В общем, платье теперь наше. Я ищу комплект вот к этим шортам. Это вообще шорты сезона. Я взяла два размера, 34-36. Вообще, хочется, чтобы они были чуть свободные. Асимметричная юбка в плессировку, но хочу заметить, что эта юбка довольно сильно увеличивает бедра. Поэтому здесь появился кардигант, который прикрывает зону, которая слишком объемна даже для меня. Я очень хочется притаять какой-нибудь контрастный черный ремень на талии. Это тоже, на самом деле, такой городской круизный. Без свитер, что-то такой крупный, прям, легкий. Шорты легкие такие, там, кукли очень теплые. Наконец 70-х, начало 80-х сегодняшняя луна. Надо было еще пункт сутку взять, я бы в бюджет поместилась. Как так пахнет? Там есть, но можно не будет, не понимаешь? Да. Нет, от пакета так воняет. Можно другой пакет? Они все динамики. Все пахнут, да? Да. Еще хочется немного сказать про коммуникацию, которую я, к сожалению, не веду на ютюбе. Вы оставляете очень приятный комментарий, особенно к прошлому шоппинг-глогу. Но если у вас есть какие-то оперативные вопросы, а не только комментарии лезьте и... Ну что, мне такое пишут. Да, мне такое пишут. Под последним боком все было замечательно. Просто надо было достойное обращение сделать, типа, пожалуйста, ребята, давайте снисходительно относиться к творчеству и работе других. В общем, если у вас есть какие-то вопросы, какие-то срочные, пишите в Инстаграме. Инстаграм, вот, где-то здесь будет. Смотрю, уже там что-то шарит. Классная плетенка, но не плетенка, она пластиковая. Поэтому ничего сыпаться не будет и не будет зацеплять одежду, если она из каких-то деликатных пеканей. Совсем не густо в пешке. Останемся что-нибудь, хотя бы что-нибудь собрать. Смотрим. Смотрю. Смотрим. Смотрим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...